Молочная продуктивность коров на 60% зависит от качества корма, на 30% от генетики и только на 10% от условий содержания. В агроферме «Альдеевская» планируют улучшить все показатели и довести средний надой до 9000 тонн в год. Все условия для этого есть, и наша съемочная группа в этом убедилась. Утренняя дойка на ферме агрофермы «Альдеевская» начинается в 5 утра, не минутой позже. Коровы подвержены стрессу. Любые отклонения в режиме тут же сказываются на объемах и качестве молока. В ближайшее время здесь планируют довести показатели до 30 кг в сутки от каждой коровы. Семь быков покупаем и канадских, и российских. Сейчас хотим с Чехии, вот даже молодняк скота, 30 голов планируем привезти из Чехии, поскольку там надой на одну фуражную голову до 10 тысяч литров. Заготовка кормов также немаловажный фактор. В последнее время здесь перешли на монокорм. Коров круглый год кормят сенажом и силосом. Сырье для них выращивают сами. Многолетние травы занимают 400 гектаров, больше половины – люцерна. Ее скашивают в фазу бутонизации. В это время в траве наибольшее количество протеина. Раньше, когда два укоса делали, потому что ждали, пока засветет, пока вырастет, и только приходилось два укоса делать. А сейчас делаем три укоса, даже один год мы делали четыре укоса. В летний период нужно заложить 2000 тонн сенажа. Половина запланированного уже выполнена. В ближайшие дни эта работа начнется во всех хозяйствах республики. Кормовую уборку в этом году вышли. Первый в Севистском районе, второй в Чебоксарский район. Нам предстоит в республике в этом году заготовить около 600 тонн, тысяч тонн сена, около 200 тысяч тонн сенажа и около 200 тысяч тонн силоса. Эти работы, как мы видим, уже начались. И сегодня важно быстрее выйти на кормово-борочные работы. Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика.